Здравствуй, милая! Сейчас я расскажу тебе сказку про одну принцессу, которая жила в далекой, далекой стране. Она жила в высокой башне, в которую никто и никогда не заходил. Башня эта была построена из печенек и тортиков, из леденцов и яиц киндер и из прочих таких же вкусных, но очень вредных вещей. Сидела принцесса в этой башне и ела все эти сладости. Поскольку принцесса с самого рождения жила в одиночестве и ни с кем никогда не разговаривала, то разговаривать она так и не научилась. Не научилась она сама одеваться, не научилась убирать за собой, даже не научилась чистить зубы. Поскольку башня была заколдована, то многие вещи в этой башне делались сами. Например, одежда сама одевалась на принцессу Тихоню, а зубная щетка сама чистила ей зубы, а горшок сам подставлялся под ее попу, а штаны сами снимались и сами одевались обратно. Если бы не это, то принцесса Тихоня осталась бы без зубов, потому что ела она одни сладости из стен и из пола башни, а мебель в башне тоже была съедобная. Из-за волшебства стены башни, мебель и все прочее, что объедала принцесса Тихоня, восстанавливалась. Поэтому принцесса не могла проесть дорожку наружу. За то, что она всегда молчала, ее назвали принцесса Тихоня. Никто не мог войти в башню, а принцесса Тихоня не могла выйти. Родителями принцессы Тихоня были король Самодур и королева Замечательница. Характер короля полностью оправдывал его имя. Из-за каждой трудности он злился, кричал, топал ногами и сразу требовал всех казнить. А королева тоже не зря носила свое имя. Всю свою жизнь она была отличницей и все-все делала и всегда только замечательно. Когда принцесса родилась, то папа король Самодур сказал, у моей дочери все должно быть самое лучшее. Она никогда не должна работать, потому что принцессы не работают. И позвал он придворного волшебника и велел ему построить волшебную башню, где его дочь будет иметь все самое лучшее, самое вкусное и никогда не будет работать. Волшебник попытался объяснить королю Самодуру, что так нельзя, что тогда принцесса никогда не сможет ничему научиться. Ведь чтобы учиться, нужно трудиться. А король как раз не хочет, чтобы она трудилась. Но король, он же Самодур, поэтому он закричал и затопал ногами и потребовал, чтобы его приказы исполнялись без возражений. Вздохнул волшебник, развел руками и построил заколдованную башню, в которой поселили маленькую принцессу. А королева-замечательница ходила вокруг башни, потому что она скучала по своей дочке. Она старалась заглянуть в окошки, чтобы увидеть, как там принцесса. Она не хотела сажать принцессу в башню, но спорить с мужем было бесполезно. Поэтому так получилось. Окна у башни были сделаны из леденцов, и сквозь них было очень плохо видно. Из-за своей формы леденцы искажали то, что было на самом деле, и королева думала, что с ее дочерью все в порядке. Все просто замечательно. Однажды, когда принцессе Тихоне исполнилось пять лет, в королевстве был праздник. И на этом празднике маленькие дети читали стихи. Послушал король Самодур, как другие дети читают стихи, и сказал, моя дочь тоже должна читать стихи, и она должна читать их лучше всех. И снова позвал он придворного волшебника и велел ему доставить принцессу во дворец. Сказал ему волшебник, ваше величество, ведь вы не хотели, чтобы ваша дочь работала, а без работы она не могла выучить никаких стихов. Разозлился король Самодур на волшебника и велел его казнить за дерзкие слова. Впрочем, притворный волшебник не стал дожидаться казни, а взял и растаял в воздухе. И осталась принцесса Тихоня одна навечно в заколдованной башне. Понял тогда король, что придворный волшебник обманул его. Позвал король Самодур всех своих советников и свою жену, королеву-замечательницу. Стал он топать ногами, поскольку он Самодур, и требовать, чтобы его дочь достали из башни. Когда королева-замечательница поняла, что произошло, она горько заплакала и побежала к башне и стала пытаться разбить заколдованную башню из карамели и тортов. Только башня была заколдованная и разрушить ее было нельзя. Поняла королева, что она не может силой разрушить башню. Села она у ее подножия и стала горько плакать. И вдруг увидела, что ее слезы подмыли основание башни. Ведь слезы растворяют сахар. И позвала тогда королеву от всех женщин королевства. И еще она позвала сказочника, который стал рассказывать очень грустные сказки. Она же не просто так была королева-замечательница, она была очень умная королева-замечательница. И сели все женщины вокруг башни и заплакали хором от этих грустных сказок. И пролили они столько слез, что основание башни растаяло. И башня стала оседать, наклоняться, крениться, и вдруг упала на бок. А на том месте, где раньше стояла башня, сидела принцесса Тихоня, вся покрытая карамелью и бисквитом. Принцесса с удивлением смотрела на людей, стоящих вокруг. Смотрела она и на свою маму. Только она не знала, что это ее мама, ведь она же сидела в башне до этого. Поняли люди, что принцесса Тихоня даже говорить не умеет. Загрустили, опустили головы и разошлись. Осталась королева одна со своей никогда не работавшей дочкой и со своим мужем-самодуром. Созвали они совет самых умных людей королевства. Что делать? Как научить принцессу говорить? Как научить ее одеваться, чистить зубы и делать прочую работу, которую она никогда-никогда не делала? И еще, как отучить ее есть только сладости? Ведь сладости же это очень вредно. Посовещались умные люди и сказали, Ваше Величество, у нас есть предложение. Вы сами тоже никогда не работали, и поэтому вы думали, что для вашей дочери самым лучшим будет никогда не работать. Но без труда нельзя ничему научиться. Поэтому мы предлагаем вам отдать принцессу в семью простого человека, где есть несколько детей и где надо будет много работать. Тогда она сможет чему-то научиться. Заплакали тогда оба. И король, и королева. Король был самодур, поэтому он хотел, как обычно, затопать ногами и приказать, чтобы все стало отлично. Но его жена не зря была замечательница. Она замечательно умела думать, когда ей было надо. И поняла она, что кричать и топать ногами делу совсем не поможет. И уговорила короля сделать так, как им посоветовали умные люди королевства. Пусть даже это и будет не совсем замечательно. Она хотела спасти свою дочь. Хотела, чтобы она научилась говорить и всему остальному. И вот королевские советники нашли небогатую семью, в которой было своих трое детей. И дети в этой семье были умненькие, чистенькие, воспитанные и умели прекрасно декламировать стихи. Им передали принцессу Тихоню на воспитание. Велели им забыть, что это принцесса, а воспитывать ее так, как они воспитывают своих детей. И взялись приемные родители за работу. Тихоню научили самостоятельно одеваться, чистить зубы. Да-да, научили саму ходить на горшок и научили убирать за собой. Самое сложное было научить ее говорить. Потому что, сидя в башне, принцесса не слышала человеческой речи и не понимала, как люди делают эти звуки. И зачем они их делают? Из-за этого язык у нее был неуклюжий, а губы и горло умели только сосать карамельки и откусывать торты. У приемной семьи тортов и карамелек не было совсем, и нужно было есть самую обычную еду. Принцесса Тихоня злилась и не хотела есть то, что давали. Но однажды она так проголодалась, что съела вдруг и суп, и кашу, и котлеты. И показалась ей вся эта еда очень и очень вкусной. Каждый день она смотрела на детей в приемной семье, как они играют друг с другом, как переговариваются, как читают стихи и книжки. Сначала она не понимала, зачем они все это делают. Было ей непонятно, почему ее новая приемная мать читает детям книжки. Но однажды она стала рассматривать картинку в книжке и увидела там очень интересные вещи. Увидела там высокую башню и дракона, который охранял эту башню. А в окно башни смотрела девочка с волосами точь-в-точь, как у самой Тихони. Разволновалась Тихоня, стала показывать на картинку и пытаться что-то сказать. А язык ее не слушался и губы ее не слушались. Но она все равно пыталась снова и снова. Она брала эту книжку каждую свободную минуту, смотрела на башню и на дракона и селилась что-то сказать. В ближайшее воскресенье приехали ее навестить король Самодур и королева Замечательница. Увидела их Тихоня, схватила книжку с картинками и побежала к ним. Королева взяла книжку, а Тихоня стала тыкать пальцем в картинку с башней и драконом. И снова селилась что-то сказать. И вдруг у нее получилось. Она сказала, мама, папа, это башня и дракон. Она показывала на девочку в башне и говорила, это я. Меня заколдовал злой волшебник. Обрадовались король с королевой. Воскликнула королева. Мы теперь поумнели и будем сами воспитывать нашу дочь. Пусть это даже и очень много работы. Хотел король покричать да потопать ногами, да задумался. Он всю жизнь не хотел работать и хотел уберечь от работы свою дочь. А получилось вон как плохо. И не стал топать ногами. Опустил он голову и пошел обратно во дворец, ничего не сказав. А королева-замечательница схватила на руки свою дочь принцессу и понесла ее во дворец. Она твердо решила теперь стать не только замечательной женой, но и действительно замечательной матерью. И стали они все учиться. Король стал учиться не быть самодуром, а принимать умные и взвешенные решения. Королева стала учиться быть замечательной матерью своей дочки. Принцесса Тихоня стала учиться все делать самостоятельно и хорошо разговаривать. Она научилась замечательно говорить, рассказывать сказки и читать стихи. И все они перестали бояться работы. Стали делать то, что было нужно делать. И больше никто не называл принцессу Тихоней. Все стали называть ее принцессой-умницей. А ее маму, королеву-замечательницу, стали называть самой доброй и смелой королевой, которая не боится работы, как бы неприятной эта работа не была. Посмотрел на них король-самодур и тоже поменял имя. И стали его звать самым мудрым королем. А бывший придворный волшебник уехал в другую страну и поступил на службу к другому королю, который не был самодуром. И на новой службе он сделал много вещей, полезных людям. И уж никогда больше он не строил заколдованных башен из карамели. А теперь давай закрывай глазки и спи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...